Там Бахталы Всем привет Там Бахталы Ромалы Аника, подключайся Аника, подключай Сейчас Чувствуй фону Не знаю, у меня нормально, сделай потише Я? Да Я потише Не, нормально, нормально слышно Мой голос я слышу Потише сделай Сейчас нормально Я тебя слышу, отлично Все, сейчас нормально Всем привет Ну пусть чуть-чуть Люди сойдут Доброе дело Не надо нам эфир Раскидайте Ромалы эфир Да, желательно просто раскидай Нас слышно нормально все Давай я что-нибудь скажу, если фонит, нет? Да нет, я тебя нормально слышу Двери закрой и тишину слови Сейчас Чуть-чуть подсоберутся Еще пять человек, четыре Давай, полтинник наберется Я начинаю Еще два человека Двери закрой, сынок Никто, мы будем вдвоем Никого больше не будет, никого не подключаю Потому что связь будет плохая Сору малых Начнем Говори Блин, звонит Как специально Нормально, слышно? Да, да, слышно Что, чавалы Та вон зараз остэ бахталэ Наш эфир не для этого Чтоб кого-то оскорбить Кого-то уличить в чем-то Мы вышли за свою правду Мы не относимся ни к одной из групп Ни к Сарай Рома, ни к Талантовой Рома Вчера был эфир На Сарай Рома Вагия Чай И до Чай Путра Дея Дуасу Вообще Ей не может Тиджинел Потому что Ей Сысь сиотэда группа Всего неделя Ей Не участвовала Ни Тиерсбору На ей Пхандясу Ей подозревает Что-то сысь неправильно Подозрение Просто высказал Своё подозрение На общее Прежде чем Подозрение Высказывать пообщую Чей донести факты А подозрение Мэг пашпэстэ Дяка на кэрла Когда джулуря Выходят И чей Сверкнули гудяса Пообщую Ракир на сухопать Былы джан Манушэн Герошэрэ Канай роман Каман Тимунгат Распланав Сорочи Чпэпл До сбора Сыроны Проходят Вообще До сбора Фактически Тесарэкой Проходили Теталантовая роман Проходили Уны через Манды Мэ выходил И собирал Луэ пупэйский Рекарточка Если на пупэйский Рекарточка То напрямую По Манушэнгар И проходила Два Дякас Каждое Поступление Каждую Чеку Мэй Скидывал В Лужкову Неско Есть чеки Пусть докажет Все сборы Проходили Через меня Но она Этого Не успела Узнать Потому что Она неделю Была Здесь Всего Она не Участвовала Ни в одном Сборе Не читай Комментарий Ты вышел Не читать А говори За каждую Копейку Был Скрим Были Отчеты Каждую Сумму Я знал Сколько Я пересылаю Сергея Александровича И эту Сумму Потом Обозначали В истории Сколько Людям Перечислено Какие Она там Говорит Половина Наполовину Такого Не может Быть А кон Дяка Ракир Лэла Покадас Выделы Вообще Та Волдулэска Погробу Кон Дяка Думина Чавалы А мы Кадавана Думардям По Мэй Взрослам Манушаб Ахталэ Семьегэра Атася Вегенэ Малалетки И нуракирдэ Сусы Сон Ада Ада Нормально Вообще Ада Сы Манушаб Влодит Из заблуждения Все Ну да Да Теперь я Переведу Более по-русски Кто не понимает Вот цыган Переведу Молодежь Вчера Вышла Сарэ Рума Говорила Что надо И что не надо Сейчас мы Взрослые люди Семейные Нам уже по 40 лет Мы из Бахтынского рода Из хорошего Что мой кум Дай бог ему Частья здоровья Что я Мы Не живем На какие-то копейки Нуждовые мы люди Человек занимается Сомна касса Бекинел Машины Бекинел Я квартиры сдаю Здесь Матэгачиро То есть Я не Нуждовая Мы люди Которые Просто сидели Дома И у нас Работа В принципе Домашняя Мы не ходим На заводы Не стоим На рынках Не торгуем У нас было Свободное время Поэтому мы Были участниками В этой группе Были представителями Чтобы Мануфренды Помогать Перебью на один Комментарий Пишут Да За меня ничего Не говорили Так вы понимаете Все сборы Шли через мою карту И если бы мы Видели что-то Неправильное А мы Рума Сам А мы Были едой Пханаса Со сыр До тумы Неправильную Поступаете То есть Мандова Косвенно Скоснулась Потому что Сборы Делали Именно мы И мы Дыхтем Корик Долуи Переводились И сыр Переводились И в каких Размерах До копейки Или на Полсотых Ухавеста Долуэрота Сароды Кхэла Тем более Пекадас Вы делали Говори дальше Дальше Мы тут Ничё робеты Сидим Вот Парень В основном На свои карты Либо на карты Тех людей Которые Простили Помощь Парень Что вычислял Перечислял Деньги Глушкову А Глушков Этим людям Эти же Скрины Делались Все На талантливые Рума Всё это есть Стоит только Посмотреть Опять-таки Хочу Люди Сказать Обратите Внимание Конечно Каждому Угодно Слышать То Что ему Выгодно Что удобно Его ушам Здесь Взрослые Люди Я отвечу Почему я Талантливый Руман С обществу Вот Значит Вот перебил Меня Зачем я Вот это Дела Сейчас Читала Значит Людям Свойственно Слышать То Что Удобно Там Молодёжь Наговорила Сказала Что есть Что нет Но при этом Это молодёжь Ни в одном Сборе Не участвовала Девочка Это была Без году Неделю В группе Она является Племянником Самира Кишинёвца У которого Была стычка Вот с Яном Он там Божился Оказывается Было не так Всё Её Её Приняли В группу Только потому Что она Его Племянница Приняли Эту девочку В группу Он За неё Попросил Когда Она Пришла К нам В группу Мы вообще Думали Совой Чайюри Незамужняя Ян ещё Был против Она выйдет Замуж Вот так Ей Муж Запретит Зачем Она Нам Нужна В оконцовке Она Всё это Слышала Молчала Девочка И Когда Она Ушла А ушла Она Потому Что она Поссорилась С Сареро Мами Там Что-то Ляпала Её Там Беспризорницей Назвали Она Вышла Там Начала Им Отвечать Эта Девочка И Поэтому Она Ушла И Когда Она Ушла Мы Только Тогда Узнали Что Она Замужем И Что У неё Ребёнок Все Это Сколько Неделю Две Она Там Пробыла В группе Мы Ничего Не Знали Даже В принципе О ней Зато Она Не была Ни разу В эфире Не сидела В эфире Сидели Часами Мы Вплоть до того Что у меня Дети с температурой Лежали А я Помогала Сидела Чтобы людям Собрали Копеечку Там Деткам Больным Сидели Часами Вот с Этим Парнем Парень Перечислял Деньги И Всё Это Следил Он Больше Всех В этой Группе Я Тоже Долго В этой Группе И Скажите Пожалуйста Люди Неужели Бо Мы Взрослые Люди Если Бо Заметили Какие-то Неправильные Дела Глушкова Если Бо Мы Увидели Что У него Там Какие-то Деньги Оседают На кармане На карточке Неужели Бо Мы Сидели Протратили Своё Время На эфиры Для того Чтобы Набить Карманы Глушкова Ну Скажите Ну Так По правде Ну Это Могли Быть Малолетки Что-то Там Не Увидели Не Допонимали Да Вот Которые Вышли Ну Мы Взрослые Люди Раз Если Б Заметили Два Но Неужели За Все Это Время Не Заметили Бо Мы Что У Глушкова Оседает Какая-то Сумма И После Всего Этого Мы Сидели В Эфирах У Вас Сейчас Зайдет Вопрос Значит И Он С Делился На Во-первых Мы В разных Городах Заглянуть Карман Человеку Вот так Заглянуть В принципе Невозможно Это Вычислить Правильно Все Было Вот Онлайн Все Вот Эти Вот Были Переводы Вот Так Вот Все Было В талантливых Ромах И Оно Все Сохранено В Историях Просто Стоит Посмотреть Прежде Чем Что Либо Сказать Дальше Такой Момент Если У Человека Есть Какие-то Подозрения Если Человек Что-то Чего-то Имеет Он Не Сидит Долгое Время В Группе Не Сидит Он В Этой Группе Долго Если У Него Какие-то Косяки Ну Увидит Какие-то Косяки Со Стороны Правильно Правильно А мы Сидели До Победного Сейчас Объясни Давай Я Чуть Позже Говори Я Объясню Говори Говори А потом Я Всем Интересно Почему Мы Мы Отслеживали До Сбора Я Ушел По Причине Того Что Я Повздорил С админами Которые Сидят На Группе Я С ними Повздорил Но Опять Коя Дой Сис Руманы Чавэ Тида Группа Уны Палманды Лавна Пхендей Кадасу Уны Наоборот Ман Ачне Титасавэн Мести Дай Ракурэнца Там Были Два Человека Только И Уан И Рубэнь Кай Генэ П Руманы П И Генэ Ман Са Потому Что Мы Страды Дем Пал Руманы П И Куштем Подай Курэнца Сис До Мамент Остальна Кондуй Сис Они Лавна Пхендей Они Наоборот Ман Титасавэн Дай Руманы П Чавалы Титасавэн Можем Руманы А Перепоступки Сыр Да Говорит По-цыгански Не значит Быть Цыганом Теперь Я Свою Точку Зрения Скажу Почему Я ушла То же Самое У нас Присутствует Баруру Манимос С Яном И Нам Не Свойственно То Что Там Админы Никто Не скрывает Что Они Ракур Они Евреи Гаджи И Есть Такие Моменты Что Мы С ними Не Согласны Были Рабочие Моменты Когда Мы Не Один Раз С Ними Спорились Я Скажу Против Меня Против Меня Был Червоня Против Меня Был Руслан Кто Там Еще Был Из Парней Только Лишь Они Слово Не Сказали Хотя Я Шел За Цыганское За Справедливое Они Вчера Говорят Нам По Тексту Просили Говорить Я Все Это Скажу На Русском Я Доке Почему У меня Своего Ума Хватало Я Не Говорил По Тексту Или Что Если Вы Пошли Об Стенку Биться У У Меня Из-за Этого Тоже Был С Админом Конфликт Я Сказал Что Я Не Буду По Тексту Говорить Я Как Считаю Нужим Так И Буду Доносить И Все Нормально Против Именно Они Да Они Поперли Червоня И Руслан Можно я Продолжу Почему Людям Интересно Ушла Я Ушла Я Я Сначала Поздорила С админом С админом Я Поздорила Лишь По Причине Никакой Вышел Мальчик Руслан На Видео Оскорбил Там Людей По Поводу Этого К Нему Были Вопросы От Моего Родственника Который Является В составе Группы Саре Рума Это Петя Зигман Для Кого Из Админов Для Кого Из Всех Представителей Был Не С Первых Дней Что Этот Мальчик Петя Зигман Мой Родственник Значит Когда Нашел Ребененка Эфир Мой Родственник В комментариях Написал На Руслана Представителя Талантливой Рума Бывшего Написал Черт Мальчику Показалось Это Обидно Он Сделал Скрин Руслан И Кинул В наш Общий Рабочий Чат Там Здесь Присутствовали Только Админы И Мы Руманы Ча Вы И Чья На Основании Этого Админ Начал Заступаться За Этого Мальчика Что Это Твой Родыч Пишет На Него Такое Заступался Он За Этого Мальчика Почему Потому Что Последнее Время Этого Мальчика Выгнали Из Дома Родственники Он Был Нуждовый Мальчик Он Сирота У него Родителей Нету Его Вырастила Бабушка Бабушки Уже Вживых Нету На Основании Этого Ему Выслал Лужков День Помог Админы Свои Денюшки Выслали Ему И Даже Я Ему Выстала Деньги На Пропитание Этому Мальчику Но После Всего Этого Несмотря На Все Этот Мальчик Берет И Выставляет Моего Родича В чат И Допускает Этот Момент Что Вадим За него Это Админ Заступается Ну Как Засиротку Заступается За него Понимаете А Я Естественно Я буду Заступаться За своего Родича Как бы там Не было Мы в разных Группах Нас Эти Ихние Терки Разборки Вот эти Вот Не Кацались Лично Что мой Родич Который В старой Рума Что я Мы Несли Только Лишь Одно Одну Суть Помогать Людям Только Лишь Помочь Людям Мы Никому Ничего Пока Не будем Добавлять Мы Пришли Сюда Не Добавлять Вот Значит Видит Со стороны Что я Рубаюсь С этим Админом За своего Родича За меня Начал Также За этого Зигмана Заступаться Митя Митя Сросаша Дай Бог Счастья Ему Здоровья Он Тоже Непосторонний Человек К этому Мальчику Они Там Святые С детства Друг друга Знают Тоже Стал Заступаться Виновник Торжества Тоже Руслан Который Дал Скрин Все Это Сидел И Молча Наблюдал Рома Мы Сами Разберемся Вот Они Кого Митя Позвонят Скажут Или Я Сам С ним Выйду На Эфир Или Как Там Созвонюсь И мы Сами Разберемся Этих Слов Сказанных Не Было Довели До Тех Пор Пока Месь Мы Не Связались С Лужковым И Я На Повышенных Тонах Лужкову Высказала За его Админа Я Просто Нажаловалась На У меня Были Нервы На Этого Админа За Сутки Я Можно Сказать Поняла Многое То Я Многое Чего В семье Не Успевала Я Сделала Много Дел За Это Время За Эти Сутки Потому Что У меня Был Чат Работа Звонки Горячая Линия Я Отдохнула От Горячей Линии От Всех Этих Чатов За Сутки И Поняла А как Сейчас Фонд Открывается А На Завтра Нам Получать Документы Как Я Сейчас Подождите Буду Получать Эти Документы Буду Такую Должность Вести Одно Дело Это Сидела Дома С Детьми И Чатилась Там Людям Помогала Эфир Снимала Сидела В Эфирах А Другое Дело На Земле Работать Это Выезды Вот Как Раз У Нас Был Запланирован Выезд Там В Детские Дома А Мне Детей Некуда Девать Я Даже Магазин Не Могу Себе Позволить Сходить Без Детей Мне Дождь Не Дождь Мне Надо Брать Их Одевать И Идти Если Мне Куда То Надо Я Поняла Этот Момент Что Мне Просто Я Не Справлюсь С Эти Момент Поэтому Я Уже После Тего Позвонила Позвонила На Его Админа Что Вот Так Он Моего Родыча А Почему Вот Так За Руслан Кто Мне Руслан И Кто Этот Родыч Вы Понимаете Что Это Мой Родыч Сразу На Корню Дело Было Убито Сразу Моментально Никто Никуда Никому Не Жаловался Никто Там Раду Зацепили Или Что То Никакая Рада Ничего Не Знала О Наших Чатер Разборка Не Слышала Не Знала Она Вообще Туда Никогда Не Влазила Не Вникала В Моих Принцип И Не Надо Вот Также Голушков Пока Месяника Не Выскочила К На Связь И Не Стало Вот Ваш Админ Такой Ся Что Вот Это Он Творит Все Сразу Притих Он Умеет Как Это Говорится Так Успокоились Никто Никого Не Тронул Этого Админа Все Как Все Залегло Никто Никого Не Тронул Никто Никого Не Обидел Никто Ни От Кого Не Пострадал Я Просто Сутки Ну Я Женщина Естественно У меня Тоже Эмоции На Эмоциях Я Сутки Отдохнула И Все И Поняла Для Себя Что Дальше Я Работать Не Смогу Не Потому Что У Менятерки С Этим Админом Нет А потому Что Я Физически Не Смогу Детей Некуда Девать Более Того На Сегодняшний Момент На Данный Момент Несмотря Что На Конфликт Этот Произошел Я На Этого Админа Вообще Грамма Вот Так У меня Нет Этого Админа А знаете Почему Когда В трудный Момент Я Лежала Вот На Постели Больная Мертвая Вся Семья У нас Болела Я В Москве Здесь Одна Мандером Бошел Это Не Скрывается Савру Ченен Я Одна С Двумя Детками Именно Этот Админ Ночью Бросил Офис Бросил Все Побежал В аптеку Купил Мне Дроба За Свой Счет Выслал Мне Такси Вызвал Заплатил За Такси И еще Даже За Доставку Чтобы Мне Подняли Прямо На Этаж До Дверей За Свой Счет И Мне Принесли В 12 Ночи Эти Дроба Я Даже Историю Делала В Трудный Момент Когда Я Уже Полностью Думала Что Я Сдох Но Этот Человек Не Помог Админ И Он С А Как Тогда Понять Когда У нас На Сборов Не Хватало Денег Чтобы Закрыть Сбор Глушко Вытаскивал Со Своего Кармана 20 30 Тысяч И Давал Это Как Вообще Расценить Можно Зачем Говорить Не По Делу Я Не Понимаю Если Уже Ушли То Ушли Так Выходите Так Говорите Хоть Правду А То Фонд Равняете С Пирамидой Вы Правду Правду Говорим Я Поссорилась На Родственника С админом Вот И Вся Правда Но Никто Моему Родственнику Не Навредил Никто Ничего За Пределы Это Даже Писанина Даже Неголосовое Даже Нетелефонное А Только То Было Что Писались Рубались Писались Причем У нас Эти Моменты Многие Раз По Работе Были Просто Тут Я Не Выдержала То Что Утронули Моего Родственника Все Зачем Нам Добавлять Кого-то Мы Не Собираемся Устраивать Балаган Мы Не Собираемся Тут Устраивать Какие Либо Разборки Мы Делаем Этот Эфир Чтобы Объяснить За Карточки Что Мы За То Что Мы Здесь Долго В Этой Группе Лично Мы Лично Мы Можем За Себя Сейчас Забожиться Я Могу Забожиться Из-за Себя Из-за Этого Парня Который Мой Кум Что Мы Ничего Плохого Ничего Подозрительного Со стороны Глушкова Не Видели Несмотря На То Что Мы Ушли Из Группы И Этот Парень И Я Мы Сейчас Не В Или На Карточках Если Было Замечено Стоп 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 Подожди Вот тут Пишут Смотри Ты же Вчера Говорила Что Глушков День Не Ложит Тову Карман А Вот Вот Так Вот Видите Вот Так Вот Люди Умирают Тоже Была Жасмина Девочки Там 20 21 Год А я Они Ко мне 40 Год Вы Что Там Что Попутали Нет Ничего Не Попутали Уже Вранье Ну Вот Как С Людьми Обращаться Как Людям Доверять Ты Вчера Говорила Я Вчера Смотрела Этот Эфир Если Что На Минуточку Ту Девочку Звали За Жасминочка Она Девочка Она Молодежь Мы Вышли Сказать Правду Как Она Есть И Не А это Не Правда Что Мы Сейчас Сказали Оправдываться А это Не Правда Что Или Говорите Правду А мы Что Закройте Двери Не Пишите Ерунду Давай Будем Говорить Мы Не Пришли Их Слушать Чтобы Нас Слушать У В Кармане Лично Я Скидывал Эти Деньги Я Знал Суммы И Знал Какие Суммы Поступают У Людей Потому Что Люди Со Мною Были Всегда На Связи А Кто Брал Руслан Ну Ка Скажи Ты Хоть Был На Одном Сборе Участвовал Есть Факты Докажи А Не Обоснуешь Рот У Тебя Будет Поганый Кто Брал Себ Карман Со Сборов Денег И Вообще Платили Нам Тут Деньги Или Какие-то Или Еще Что-то Не Надо Отчитываться Не Читай Не Читай Дальше Говорим Мы Сейчас Не Себя Оправдываем И Никого Смотрите Мы Ушли Красиво И Так же Этого Человека В обиду Не Дадим Глушкова Если Этого Не Было Значит Не Было Это Минус Нам Если Мы Заметили Что Бо Свои Семьи Бросали Сидели Бопадайте Наминайте Помогите Этому Человечечку Своё Время Вы Тратили Чтобы Глушкову Карманы Набивать Я Никогда Не Пустословлю Так Теперь Про Пацана Что Сказал Всю Истину Я Ещё Раз Повторюсь Каждому Свойственно Слышать То Что Он Хочет Слышать Что Ему Удобно Если Вы Хотите Верить Малолетнему Мальчику Двадцатилетнему Мальчику Которому Который Неделю Назад Просил Верьте Дай Бог Вам Счастья Здоровья Не Хотите Верить Людям Которым По Сорок Лет С Бахтын С 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 Мальчику Видит Этот Фонд Как Романес Чисто По Цыгански По Мне Образованности С Сейчас Скажу С 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 который грамотный, начитанный и видит этот момент. То есть фонд оформлен на Глушкова, он является его президентом. Он оформлен через Минюст, через все дела вот эти вот правильные государственные. Все, что будет в фонде, все будет проверяться, контролироваться государством и прокуратурой. Даже он сам Глушков рубля оттуда не имеет права взять, пока не отчитается за этот рубль. Откуда пришло и куда оно ушло. На каждое взял расход и приход, скажем так, должен быть свойственный документ. И без такого документа оттуда рубля невозможно взять. Так вот он говорит, что будет что-то, они там будут собирать, а ему всё в карман. А он потом якобы Глушков поедет куда-то и скроется с этим мешком. Так как он скроется, так и прокуратура за ним покроется. Вы же понимаете, что в первую очередь страдает голова, а потом хвост. То есть это он нам доверял. Это не мы. Я не отвечаю ни за кого, мы не имеем отношения ни к одной группе. Мы нигде не состоим. То, что я вчера услышал, до тех пор, пока я там был на сборах, все деньги поступали мне на карту. И я видел, сколько, когда и кто прислал. И сколько я отсылал людям. Причём здесь, откуда она вообще вот это взяла? Почему вчера в эфире взрослые люди сидели, мне задали ей вопрос, на каком основании ты это говоришь? Она сказала там про 100 долларов, про эти. Что ей сказали обратно? Я, например, вообще первый раз в жизни не слышала, что ей какой-то сбор делали. Вообще. Где она участвовала? Она обидела, что её не оставили. Девушка говорит громко и много. А что надо? Я же вышла говорить, а не вот это, лицо своё закрыть. Я говорю по существу. Никто не рушится ни за кого. Просто на правду скажешь правду. Мы не рушимся за Глушкова. Мы говорим за правду. Здесь сейчас дело в правде. Почему вам удобно выслушать молодых людей вчерашних, но не нас, взрослых людей? Это ваше право. У нас свободное слово, как говорится. Возьми икону и забожи, чтобы мальчик всё врал. По поводу именно чего? По поводу карточек? Мы только что обожилися. Это раз. По поводу карточек. По поводу фонда? Он ещё не начал работать, этот мальчик, а уже свои подозрения, свои мысли цыганские разъяснил. Дальше. Мы никого здесь не вычисняем. Мы не за белых и не за красных. Мы тут чисто по справедливости. Понимаете? Для того, чтобы вот вышел этот молодой мальчик и сказал, мы там будем работать, эти ящички, а ему всё будет туда, а он возьмёт, потом и убежит. А мы останемся. По фонду, ребята, я вам ничего не могу сказать, потому что меня в этой группе уже нет месяца 4. Я конкретно говорю за сбором, потому что я в этом участвовал. И я знаю, как они проходят. И мы тумангдиём сувэл. Судосару чистую, зеркальную и прозрачную. Мы сувлаходём по поискоресемье. А кто лейла поискорь, то он должен быть по похороне. Кто брал, то лезь бы ренды хоть купить капецкой. Дай Бог, дай Бог, если это правда. Если это кто-то брал, кто-то на этом наживался, на людском горе. Это ж надо каким быть обезбашенным. Каким этим. Сейчас по поводу червоней. Этот мальчик умнее вас, он умнее нас, этот мальчик, который... Я смотрю по людям, сужу по людям. Что они вытворяют. Зачем выходить в эфир и говорить то, что есть и то, чего нет. Ну, говорите то, что есть, как по правде. Но не надо что-то придумывать. Пирамиды какие-то, там ещё что-то. Заставляли кого-то что-то. Зачем? Люди, если вы некомпетентны, как работает фонд, я сейчас объяснила. Популярно, как работает фонд. Там за всем будет, за каждым рублём следит прокуратура. Там не будет, нельзя вот так вот взять и убежать. Понимаете? А уж тем более кого-то подставить из румын. А каким образом? В документах, например, Русланчик, там волонтёр. А каким образом волонтёр может взять и что-то там себе это самое, в виду накликать? Это я там, у меня там большая должность и то. Я говорю, я не согласилась не потому, что какие-то косяки или какие-то у меня сомнения или что-то. Потому что там надо работать. А я не могу сейчас работать. Мне детей некуда девать. У меня семья, дети, я не потяну. Одно дело тут сидеть, все вышли. Когда люди туда присылают, это этим людям должно быть стыдно, кто это присылает. Вот им должно быть очень стыдно, что они берут, снимают и присылают это на общее. Кто пишет, что там? Рубен, пшала, мырла пересемьня, сари. Надо кхэ запэчкария да. Когда мы куштём пы админэнца, тычату, кроме тутер и уонос, ты конь нибудь пхэндя палманды лапча вендер? Червоня, Руслан. Засула, ходём по пересемьям, напиши. Мы всё время ругались с админами. Да, потому что у нас Руманимос, а то как никак не наша нация. И эти стычки всегда присутствовали. Червоня говорится тогда, когда я был в чате, когда у меня было там два или три конфликта. Лично тумэй, Руманэ, Чавэ, кроме Рубеносты, и уоносы, лавна пхэндэ. Тумэй же Руман? Да я не читаю, Наташ, я не читаю. Я просто пролистываю. Я не читаю. Кто что там окушел, окушел по истерямамак, как будто бы они положили в карман нам кому-то, забили карманы, и вот теперь это переживает за свои деньги. Червоня, какую правду ты хотела? Ну-ка скажи, какую ты правду хотел, Червоня? Ты был с нами на протяжении этого всего времени, так же все знал, как и я. Какую ты правду хотел? Человеку 10 минут достаточно вычислить, нормальному умному человеку достаточно 10 минут, чтобы вычислить все правды и неправды, а не сидеть годами. Что ж вас заставляло так долго сидеть? Там же, в тихую, админом писали за меня, чтобы меня оттуда удалили. Пусть вот не надо нас туда... А мы кайфу. Руслан, я... Руслан, я говорю за то, что вы ни один из теганей меня не поддержали. Каймэк, ёмпы, романэпэ. Я себя директором не назначал. Причем дай фуэпэ, консульпал фуэпэ, рапирло. Почему, когда мы куштем пэракленца, то мы романэчавэс не поддержали? Мы не будем никого добавлять. Выключай комментарий, выключай комментарий. Мы никого не будем добавлять. Мы не делали эфир для того, чтобы устраивать балаган. Кому-то чьё-то мнение слушать. Нам мнение ничьего уже не интересно. Мы вышли, сказали, забожилися ещё раз. Если мы знали, если мы видели, если мы подозревали вот с этим человеком, что кто-то, где-то, Глушков, где-то оседали у него деньги на карточках или на карманах, так же за нас забожилися. Если у нас хоть копейка, хоть рубль, вот так вот мы зарабатывали на этом, жили на этом, держались на этом, оставляли себе на этом. Мы сейчас божимся. Тысячу раз мы божиться не будем, ибо этого никто не стоит. Мы просто опровергаем неправду, а ложь. Всё, мы своё слово сказали. Так же я немножечко объяснила про работу фонда, что мальчик грамотный и молодой видит это так. А по-настоящему, по грамотному, это выглядит вот так вот. Хотите, верьте, хотите, нет. Это ваше дело. Оставляйте своё мнение при вас. Не читай комментарии. Сейчас забожу, кто будет читать комментарии. Так же сейчас я хочу ответить Червоник, который написал, что этот мальчик умнее нас. Конечно, он умный. Он всё это время после твоего ухода держал с тобой связь. Но при этом просил денег у Глушкова на жильё и на еду. И у его админа вы у меня. Вот это молодец. Вот в этом я скажу. Да, вот только в этом он умный. С тобой там он держал связь, а просил здесь, где был в группе. Вот только в этом он умный. Хитрый. Всё. Больше я не увидела ума. Сейчас про Раду скажу. Тоже про Раду было сказано. Рада ничего не знала. Рада ничего не видела. Рада никуда не впрягалась. Это всё было внутри чата. Чат — это там, где есть админы и там, где были представители. Романы, ЧАВ, ЧАЯ. Всех, кто относился к группе «Талантливые Рома». Всё. Там никогда не сидел в этом чате ни Глушков. У него доступа туда абсолютно не было. Там никакие Рады не присутствовали. Это наша тема. Это были наши тёрки. Дальше на вопрос Руслана я его заметила. Руслан, ты написал в одностороннем? Нет, не в одностороннем. Не в одностороннем был скрин. Но именно на твой скрин. Именно тебя защищать стали. Тебя защищать стали, Руслан. И естественно, мне просто вообще никаких разговарий, никаких тем у меня с тобой не обид не может быть абсолютно. Абсолютно. Я говорю, и мы пришли ни за левых, ни за правых. У каждого есть своё право выбора. Это именно твои слова, которые ты последний на видео записал, тогда на Рябинёнка, на Велёнка. Именно твои слова. Право голоса, свобода голоса, выходцы из талантливой Рума. Раз вы называете помойка, значит, вы являетесь таким. Это твои были слова? Твои. Ну, теперь делайте выводы. Дальше мы не будем, да, как бы уже обозначать. Короче, Глушко просил, чтобы они сами сгладили. Румал, я с Глушковым уже 4 месяца не разговаривал, ни с админами, ни с кем не выходил на связь. Я этот эфир запустил. Почему? Потому что вчера эта девушка, или как там, Жасмина, вышла и стала говорить про сборы. В сборах участвовал я везде. Понимаете? И меня это зацепило. Зачем выходить и врать? Вот и всё. Мы не поддерживаем страмилки, никогда не поддерживали. Нам они, мы на те страницы в принципе выходить не выходили, если там не касалось видео о нас. Мы туда не смотрели. Мы ввели свои страницы. То есть если мы в этой группе, самой, в целой, а там много страниц, это не значит, что мы какое-то отношение к этим страмилкам имели. Я вела свою группу религию, там, моё дело, там, песенки, там, всякие, молитвочки, всё. Парень вёл свою группу, там, танцы, шманцы, всё такое. Что там на этой группе? Какие страмы? Нас они не касались, нам они не интересны, и мы туда не заглядывали. Это раз. Каждый работал по своему направлению. Да, каждый работал по своему направлению. А Ника работала на горячей линии. Мы не боимся никого добавить, у меня связь зависнет. Пусть Червоня делает эфир и говорит правду со своей страницы. Пусть каждый своё мнение доставляет каждый со своих страниц. Вот если Ребенёнок захотел что-то, чего-то сказать, он взял и сказал на своей странице. Если мы с Яном хотели свою правду донести, мы на своей странице. Если Глушков захотел донести что-то, он вышел со своих страниц. Так же и вы, люди. Не надо к нам добавляться. Делайте эфиры и говорите всякую правду там. Понятно? В принципе, здесь всё ясно и понятно. Я не могу добавить, у меня весь этот эфир. Я конкретно вышел по теме сборов, а не кого-то выгораживать или защищать. Мы не там, мы ушли. Нам нет смысла сейчас ни за левых, ни за красных. Мы никогда не поддерживали эти скандалы и страмы. Мы никогда их, вот эти войны, старые рума и талантливые рума никогда не поддерживали. Никому это неинтересно. Мы один цыганский народ, нам делить нечего. И наоборот ещё призываем, да прекратите вы чевала эту ругань, прекратите эти войны. Что нам делить, кого нам делить? Пусть Червоня делает у себя эфир, кто ему... Я говорю, ни за Червоня, ни за Руслана. Я говорю то, что уны Ракирна, что уны Руманы Чавэча, чуны Бахталы. Почему, когда мы скандалили Раклинца именно по Руманы Пэ, уны лавна, брендей, никого не ехать. Хотя могли сэры дружненько с хопа коняк. Тихо, ребята, не надо. Он реально говорит. Уны Манни ех на пудри кирде абсолютно в этом. А до сыр. Мы никого не обвиняем. Каждый совершил поступок, какой считал правильным. Никого не обвиняем. Никого здесь не обсмеем. Никого не выставляем. Парень сказал своё мнение, что он был в чате, была у него также стычка с этим ссором с админом, что за него никто не потянул руку. Всё. Он сказал, как оно и было. Как оно и есть, и действительно, так оно и было. Также ровно и у меня. У меня шёл разговор, у меня шёл спор с админом. Причина была того, что он заступался за мальчика, за Руслана. А Руслан за то, что за него так заступались, а пошла эта катавасия, в оконцовке вышел сэры роман. По-цыгански романес, тебе дума, ты фенес. Чисто романес. По-умному сто пудов. По причине админов мы ушли из группы, в принципе, можно сказать. Мы не разделяем просто мнение админов и наших. Может, в нас слишком много цыгани, может, в нас много эмоций, может, мы эмоциональные, я не знаю, как это всё высказать. Но факт то, что не сошлись с характерами, мы с админами. Мы сделали этот эфир не послушать мнение людей, а высказать своё мнение. Мы можем вообще выключить комментарии, высказаться, сохранить эфир, и всё. Раскидали всё по полочкам. Аняка, спроси, где комната, которую вы ему сняли? Что? Спроси, где комната, которую вы ему сняли? Какая-то комната, я не знаю. Снимали ему, ему кидали деньги. Сначала Глушков кинул 10 тысяч, потом Вадим кинул 10 тысяч. Но это эфир не для этого. Мы не пришли сюда, в этот эфир, чтобы обсуждать этого мальчика. Да, обсирала. Ты что думаешь, я сейчас буду что-то это самое? Ну, во-первых, не обсирала эта группа, сказанная. Извините меня, пожалуйста. Я то, что прочитала, то и сказала своим ртом. Да, конечно, черволь. Пускай заводят с эфира слушать. И мы сказали то, что мы знаем, черволь. Ты со мной разборки хочешь или что, черволь? Да, на тебя много чего сказано было. И мною, и многими. И тем же Русланом, который с тобой вёл диалог, и которому я звонила и говорю, Руслан, скажи, как есть. Если ты с червой не общаешься, ты скажи, как есть мне. А он божился на всю семью. Мерла семья, Мерла дай, Мерла пятое, Мерла десятое. Он не лично божился, но с тобой, оказывается, до победного был. Ну вот и понимай, как хочешь. Да, я много чего говорила. Я не пытаюсь к тебе каких-то этих кружеских отношений. Понял. Какую правду ты хочешь узнать, черволь? Скажи, напиши здесь. Давай я теперь тебе буду божить. Напиши, какую правду ты хочешь узнать. В чём правда? Я не могу понять. В чём правда, которую ты знаешь, а мы нет. Да, не в этом суть. Мы не за это вышли, чавалы. Мы вышли конкретно, я вышел. За сборы. И мы даем сувел. Судорникам поэска наловалась ни купика. Да, всё, по сборам тема закрыта. Мы забожились, сказали, также мы сказали, что мы не замечали, не видели никаких косяков за Глушковым. Если бы мы их увидели и молчали бы, и до сих пор бы сидели бы в группе, то грош нам цена. Но мы этого не замечали и не видели. И ушли мы только, опять-таки говорю, не за каких-то там косяков, не за каких-то, как вы хотели это услышать в этом эфире. Конечно, извините, что мы вас всех огорчили. Но дело в том, что мы ушли, потому что не сожгли с характерами, с админами. Мы ещё, малорайкира Аманды Висни, царом Манденалычу интернету, если мы добавлю Манушеву. Кунести все вопросы, набирайте, Манго, по ватсапу и пообщаемся. Так же Червоня, так же Руслан, может набрать меня на ватсап. Номера у них есть мои. В принципе, что хотели, то и сказали. Никто никого не прикрывает. Мы говорим на правду. Чёрная, значит чёрная. Белая, значит белая. Червоны. Мы бываем... Хорошо. И ещё раз я прошу прощения. Можно скажу? Я извиняюсь у всех подписчиков, что мы вас разочаровали. Вы ждали другого, а тут считаете, что мы кого-то выгораживаем. Если для вас донесение правды это выгораживание, то пусть оно вам держится покрепче. Подальше считает по мере своей испорченности. Завершаем. Да. Да, завершаем. Мы сказали, забожилися. Кто не верит, пусть тому. Всё. Да, тому считается.